Ну и далее продолжим эту тему в разговоре с нашим следующим гостем Марк Фейгин, российский правозащитник с нами на прямой связи. Марк Захарович, здравствуйте, как нас слышно? Здравствуйте, да, слышу, слышу, хорошо. Супер, Марк, ну что ж, начнем тогда. Вот знаете, смотря на вот эти вот реакции, то есть я правильно понимаю, что до российской власти дойдет результат этих санкций не когда россиянам нечего будет кушать, а когда дети либо жены российских олигархов начнут жаловаться на то, что я не могу поехать туда, я не могу купить то и так далее. Вот на примере даже очень многих блогеров российских, которые ранее шиковали, ездили по всем странам, сейчас они снимают свои блоги со слезами на глазах, что не могут там купить какую-то сумочку, потому что, или там не могут вообще признаться где-то, что они россияне. Как вообще достучаться и как осознает Кремль, кремлевское руководство, что пора заканчивать? У меня есть хороший ответ на это. Это нужно, чтобы санкции конвертировались в прямую конфискацию и хаваров, имущества, активов и так далее. Не просто это должно быть ограничение в виде невозможности пересечь границу с европейскими странами, там, Соединенными Штатами и так далее, а нужно, чтобы действительно были отняты все эти преступно нажитые доходы и обращены в пользу Украины. Вот, это тогда будет прямое ощущение от этих санкций. Не умозрительное, а все-таки более прямое, потому что, ну да, они не могут поехать куда-то в западные страны, они могут ездить в Азию, там, на Мальдивы, не знаю, да, позволить себе этот роскошный отдых, потому что средств не хватает. Но для солидарной позиции коллективного Запада как такового нужно, чтобы это все было еще более жестким. Потому что в такого рода санкционной политике нельзя останавливаться ни в коем случае, нельзя давать передышку. Вот это очень важно, потому что, ну, во-первых, они сами делинквентные, они преступным путем решают вопросы, они легко ли используют деньги, корруппирование элит и так далее. То есть они будут искать способы выхода из этой ситуации. Вот нельзя оставлять даже мышеловки какой-то, лазейки, да, вот прям для того, чтобы невозможно было их обойти. И тогда это, безусловно, приведется к прямым таким ощущениям болезненным. Поскольку сейчас, вот мне вот присылают мои на канал зрители, они говорят, вот видели Навку в Риме. Она была в роскошном бутике вот буквально на днях. То есть они продолжают летать. Сейчас они летают частными джетами. Это еще один способ как-то уклониться от внимания отдельных, там, общественного мнения, прессы и чего-то еще. И это позволяет избирательно получать возможности для продолжения того образа жизни, к которому они привыкли. Они могут совершать самые дикие преступления от коррупции до убийства в Буче, но продолжать пользоваться благами цивилизации, поскольку они по натуре своей очень к ним привязаны, к этим благам. И они их ассоциируют не столько с Россией, не столько с Москвой, там, где они живут, а именно что с цивилизованным Западом. Они любят этот гедонизм, вот, и болезненно будут переживать, если возможности этих закроются. Простой пример. Вот посмотрите, как болезненно переживает хоть Соловьев, хоть Симонян с своим муженьком, которые имеют, например, во Франции. Последние имеют во Франции в Ницце дом и, говорят, в Париже большую квартиру. Поэтому я не слышал, чтобы у них лишили их собственности. Я имею в виду, именно конфисковали ее. Возможно, она в связи с санкциями заморожена, и ее нельзя отчуждать. Но нужно ее отобрать, потому что это все на крови. Все это добытое, уворованное и так далее. И под этим под тем кровь украинская. Поэтому, если еще решительнее Запад будет действовать в отношении этих всех активов, недвижимости, имущества и так далее, то, я думаю, да, мы увидим, как это болезненно сказывается. Тем более, что в отношении некоторых олигархов это в буквальном смысле сказывается. Мы это прямо наблюдаем в отношении того, что заявляли на Блумберге Фридман, то, что Тиньков тут рассказывает и так далее. Марк, но вот в силу того, что сейчас в Российской Федерации по пропагандистским каналам постоянно говорят, что мы без Европы выживем и так далее. Но вы только на секундочку представьте, это мои знакомые живут в Крыму. И вот они мне сказали, что ты не поверишь, но с Крыма, с временно оккупированного Симферополя, запустили прямой автобус в Варшаву через, если я не ошибаюсь, то есть Ростов-на-Дону, мимо Москвы, через Беларусь и в Польшу. То есть такое полукольцо. Вы представляете, там, если не ошибаюсь, двое суток ехать на маршрутке. Если я не ошибаюсь, и я правильно понимаю, что вот запрос на поездки в Европу, вопреки санкции, настолько велик, что они вот такие вот лазейки находят, чтобы все равно ездить в Европу и чтобы все равно пользоваться там европейскими товарами. Вопреки тому, что все равно все в российском телевидении продолжают говорить, что и нам Европы не надо, мы и так поживем. А вся суть этой системы в этой продажности, в этом цинизме и в вечном обмане. Ну, хорошо, если они такие патриоты, если они готовы пренебречь благами западной цивилизации, так а что же ваши дети, внуки, все, повторяю, не то что какие-то отдельные, все, все до единого, все устроены на Западе. Пока еще до этих детей, внуков и других отпрысков, любовниц, доверенных лиц еще не дошли, и все санкции в нужном-то объеме. Но уже прогресс какой-то есть в отношении Кабаевой и так далее. То есть нужно под санкции подводить всех, кого только можно. Что касается конкретно Крыма, ну, там ведь некоторые паспорта, действительно, полученные на территории Крыма, российские, я имею в виду, заграничные паспорта, они, в общем, препятствуют перемещению в страны ЕС. Как известно, такие решения принимались. Но я не исключаю, что они как-то находят выход, получают там в Ростовской области еще где-нибудь эти паспорта. Может быть, жителям Крыма разрешили это делать. Вот они ездят с этими паспортами, вот таким кружным маршрутом, поскольку самолеты, естественно, в Европу не летают. Они ездят через Польшу. Я не знаю деталей, как это все происходит, но показательный тот факт, что они все, практически все, да, вот настолько циничны, что с трибуны они заявляют о русском мире, о патриотизме, а сами предпочитают, еще раз повторяю, без всяких сомнений, образ жизни, который им обеспечивает именно Запад. Вот это доступ к лакшери товарам, к такому же отдыху, к своему имуществу там. Почему у них у всех дома и все остальное именно на Запад? Потому что они в Крыму не покупают. Почему они не живут где-нибудь в Сибири, там, не знаю, на Востоке где-нибудь, да? Они предпочитают в основном Средиземное море, значит, курорты, крупные столицы европейские, Майами и так далее, и так далее. То есть это говорит о том, что вся эта игра пропагандистская, она только для подневольного электората, который дальше своей деревни никуда не выезжал. А все остальные, они, собственно, люди этой мамоны, золотого тельца. Деньги по-настоящему можно тратить не в России, в России и так все им принадлежит. По-настоящему они имеют это благополучие там, на Западе, истинными патриотами которого они и являются. Очень, кстати, сильно страдают из-за невозможности в любое время, в любой момент в этот Запад посещать. Они, кстати, раздают сейчас дипломатические паспорта налево-направо, которые в соответствии с конвенцией Венской должны иметь право для безвизового посещения стран, в которых они находятся под санкциями. Ну, не знаю, как это сейчас работает, наверное, как-то это учитывается. Но я думаю, что все эти слуцкие и шмутские, они пытаются найти лазейку для того, чтобы эта возможность у них сохранялась, пересекать границу. И вот западные санкции, санкционные списки активно пополняют все новые российские чиновники, политики и силовики. Однако зачастую они оформляют активы на родственников, которые продолжают спокойно развлекаться в странах Европейского Союза. Кстати, инсайдер из Дании приводит несколько примеров того, как родственники и близкие виновников в развязании войны против Украины продолжают жить или отдыхать на Западе, вести там бизнес и владеть недвижимостью. Давайте услышим. Давай. Депутат от «Единой России» Сергей Лисовский, один из основных подозреваемых в убийстве журналиста Владислава Листьева, открыто поддержал нападение на Украину и голосовал в Думе за признание псевдореспублик ДНР и ЛНР. При этом его дети обладают гражданством одной из стран НАТО. В своей декларации Лисовский указал безвозмездное пользование квартирой, которую сначала купил, а затем переоформил на детей. В документе дочь Лисовского Анастасия фигурирует без отчества, указаны только фамилия и имя. Так делается, если у собственника иностранное гражданство. В случае с дочерью Единоросса это Эстония. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа поддержал нападение на Украину, часто критикует Запад. В то же время дети Чепы – резиденты стран НАТО. У сына владение в Испании – бизнес. А дочь Анастасия числится бенефициаром британской компании, которая занимается продажей роскошных предметов одежды и аксессуаров. Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный поддерживает войну в Украине, хотя здесь родился и в Украине у него живут братья. При этом депутат спрятал виллу в одной из стран НАТО, а именно в Черногории, переписав этот особняк на сына. Черногория присоединилась к санкциям ЕС против депутатов, включая выборного. Если в список включить еще и детей парламентария, то черногорское имущество его семьи можно арестовывать. И еще одна очень интересная тема. Мы еще будем продолжать говорить с вами за детей, отдельных чиновников, против которых введены санкции. Но я очень люблю автомобильную тему. И вот я хочу с вами, Марк, сейчас акцентировать внимание на одну очень интересную ситуацию. Вот сейчас на экране вы видите новую модель автомобиля «Москвич». Это после введенных санкций, я напомню, завод «Рено» в России национализировали, и они сразу же выпустили новую модель «Москвич». Вот вы видите. Но я хочу показать нашим зрителям Российской Федерации, просто у меня Google лучше, чем у них работает, это 100% и работает в целом. А вот новый автомобиль «Рено». Найдите, пожалуйста, несколько отличий. Это говорит о том, что в принципе, о каких разработках Российской Федерации речь идет, вот я еще раз на весь экран покажу, это автомобиль «Москвич», это автомобиль «Рено». То есть в целом разницы нет. О каком импортозамещении может идти речь? И понятное дело, к чему я это все веду. У этих заводов есть свои владельцы, есть там свое руководство, против них также вводятся санкции. Но я так понимаю, ничего нового, кроме поменять значок, они не могут сделать. Да. Не, это однозначно. А через какое-то время они не в состоянии будут и даже копии эти выпускать, потому что они используют запчасти, комплектующие, которые сохранились еще на этом заводе, который выпускал «Рено». А через какое-то время они просто закончатся и выпускать будет нечего, потому что собственных технологических разработок их нет. Их и не было толком никогда. То есть до последнего момента ездили, кстати, с ручной коробкой, «Ладо» выпускал я сам родом, из Самарской области, где находится завод «Тольятинский ВАЗ». И уж умели не знать, как там дела обстояли. То есть все эти технологии изначально, они все были итальянские, завод «ФИАТ» построил этот «АвтоВАЗ», а до последнего времени там были западные, в том числе и «Рено» и так далее, компании, которые пытались каким-то образом модифицировать эту модель «Ладо». Но собственных никаких технологических разработок нет. И ровно поэтому в условиях, где индустриализация под воздействием санкций, ну какое-то время они смогут выпускать, имея комплектующие. Потому что это сборочные предприятия, они не производят, сами не штампуют, запчасти не производят, больше своей частью. Поэтому так легко уходят с этих производств «Рено» и все остальные. Они просто не смогут производить машину, надо будет самим выпускать, а сами выпускать не получается, нет такой возможности. Поэтому да, то, что они нарушают патентные права и все остальное, да им наплевать. Они войну ведут в нарушении всех международных норм. Я всегда говорил, что Россия давным-давно уже не находится в системе международного права. Все ее следование, норма его, оно декоративное, оно не настоящее, притворное. И поэтому, ну, одно, так сказать, нарушением, преступлением больше, одним меньше. Да какая разница? А вот сейчас на экран выведем одну статью, которую публикуют также журналисты. Вот «Мюнхенская дочь Владимира Путина». Вы уже частично затронули тему касательно Игоря Зеленского. Но в целом, что вы знаете об этом? Расскажите подробности, пожалуйста. Вы знаете, об этом ходили только слухи. Это очень действительно хорошее расследование важных историй. Я думаю, что вся эта информация, судя по всему, все-таки идет из Запада. Потому что там в этой публикации, если вы читали, там сказано о том, что в Мюнхене он как художественный руководитель никто и не скрывал, что он действительно имеет отношение к дочери Путина Тихоновой. Да, я напомню, Тихонова была в первом браке за Шамаловым. И там тоже ребенок есть. У него, получается, второй ребенок вот от этого, значит, Зеленского. Какое неудачное совпадение фамилий с известным. В общем, знаком. Но я к тому это говорю, что ему, во-первых, 52 года. Он существенно старше. Я так думаю, в полтора раза. Это и Тихонова Екатерины. Это какой-то такой странный матримониальный, мне кажется, союз. Но, тем не менее, он имеет место. И, мол, того там, что интересно, что она до последнего момента жила у него там в Германии, в Мюнхене. Они там любили туда и сюда. Он первым браком был женат на балерине, которая троих детей от него родила. А потом она, если вы читали статью, перестала кататься 50 раз на частном джете путинском. Летала туда и сюда, а потом решила все-таки переместиться. И таких, да, по всей Европе. Они живут там везде. И я уверен, что для западных спецслужб это не секрет. Вся эта публика. Потому что, знаете, еще там разговоры были, а как вот Кабаева, она вот не расписана и так далее. А я уверен, что и этот товарищ не расписан с дочерью Тихоновой. Там сейчас и про вторую дочь, про Воронцову, которая была за голландцем Фасет Йоретом. Она имеет второй брак, зарегистрированный, не знаю, да, с каким-то россиянином Нагорным. Тоже от него ребенка имеет. Ну, то есть все эти люди, да, они принадлежат клану Путина. То есть никакому Ельцину с его семьей там не снилось. Такой разросшийся за четверть века клан вот этих всех родственников, прихлебателей всяких там дальних родственников, каких-то других пристебаек. Вот которые вот все, значит, около Путина крутятся и разворовывают деньги бюджета российского, да. Поэтому эта история, она не нова. Я думаю, что это и не последний брак, возможно, там гражданский, а может быть, зарегистрированный брак Тихоновой. Они в этом смысле очень такие, знаете, игровые. То есть легко меняют своих избранников. Хотя я не к тому, что я им тут нравоучения собираюсь какие-то, как надо хранить семейные ценности, уж бог бы с ним, да. Но другое дело, что информацию не утаишь, если у тебя много браков, понимаете. Расходится слишком много кругов на воде от всего этого. И поэтому я не удивлен, что эта информация стала публичной. Чем дальше, тем больше будет появляться информации такого рода. И удивительной, я бы сказал так, для обывателей, которые будут ее все больше узнавать. Ну а в целом, вот, зачем Путину, почему он скрывает так свое семейное положение, условно говоря, своих дочерей? Зачем это делается? Ведь весь мир по факту уже знает, очевидно, и знает правду. Ну, скрывает он действительно плохо, потому что все эти вещи известны. Это шил в мешке и не утаишь. Но с другой стороны, Путин, он же ведь как? Он так же сакрально к своему слову относится. Знаете, он фамилию Навальный никогда не называет. Так и тут он, все отрицай. Вот когда-то он работал в Пятом управлении КГБ, какое-то время, значит, у Бабкова. И, видимо, и научился, потому что этот Филипп Денисов-Баков, генерал армии покойный, значит, занимавшийся диссидентами и так далее, он говорил, что такая вот цитата замечательная, я люблю повторять. Он говорит, даже если тебя с бабой сняли, всегда все отрицай. Вот первое правило, так сказать, контрразведчика. Всегда все отрицай. Никакого отношения не имею, вы не правы, все было не так и так далее. То есть все отрицай. Вот Путин всегда, всю свою жизнь исходил из этого правила. Все нахрен отрицай. Вот нет дочерей вообще у него, у него вообще нет никаких детей, он вообще никогда не был женат. И вообще на Украину мы не нападали. Вот оттуда же это все, вы понимаете? Все отрицай. Никогда ничего не потерял. И вообще Путин женщина, да. Он бабушка. Он бабушка, ему 70 лет. Понимаете? С красным флагом, ему еще просто не дали. Вот сейчас, вот где-то 7 октября ему исполняется, мы ему перешлем, значит, запечатанный в конверте советский флаг. Марк, с вами хочется серьезно поговорить, но так и лезут всякие шутки. Спасибо вам отдельно за то, что вы такое настроение держите, вопреки такое сложное время. Смотрите, еще один момент, буквально несколько минут вашего времени задержим и будем потихоньку прощаться. Журналист Дмитрий Козелев, если я правильно называю его фамилию по ударению, опубликовал фрагмент переписки пользователя в чате выпускников МГУ. И там, в свою очередь, идет речь, в частности, также, что еще одна девушка является дочерью Путина, Мария Воронцова. Подробности об этом знаете? Расскажите, пожалуйста. Ну, я же уже сказал, что она была замужем за фасадом Юритом. Это о ней вы говорили, все, я помню. Я запутался, честно говоря, о них уже. О, вы знаете, там у нее сколько братьев, племянников двоюродных, четроюродных, там черт ногу сломит. Но вот она, личность примечательная, она по образованию типа биолог или микробиолог, вот что-то такое, нахрена им образование биологическое, я понять не могу. Вот, она, значит, двое детей у нее от этого голландца было, потом они разошлись, вот у нее новый, значит, супруг, видимо, гражданский, некто Нагорный, который даже там в начале нулевых симпатизировал, якобы, говорят, так писали в расследованиях, оппозиции Навальному там в каких-то группах стоял. Вот он сейчас является ее, он бизнесмен какой-то, работает типа в системе «Газпром». Вот, она с ним сейчас подживает. И что удивительно, она очень близка к Юрию Ковальчуку. Ну, кстати, и Тихонова тоже, они вместе. Юрий Ковальчук сейчас является наиболее близким лицом по отношению к Путину. Это его друг еще из Кооператива «Озера», с питерских времен, из Старой Гвардии, который в том числе занимается его здоровьем. Вот, такая есть информация, что они занимаются его здоровьем. Она возглавляет биомет какой-то в Ленинградской области, огромный этот комплекс полугосударственный, на который тратятся какие-то безумные миллиарды, которые в том числе в свое время занимались типа выращиванием органов, вот чего-то такого. Ну, понятно, что все мошенничество, все это отмывка денег, но так или иначе это больше свидетельствует о том, что Путин уже пошел по пути некому прикладному, чтобы его дочери еще и занимались чем-то полезным помимо денег, еще и полезным для него. Причем он не может свое здоровье доверить каким-то, не знаю, немецким врачам, израильским врачам, американским. Должны родственники заниматься, потому что, ну, угробят же, угробят. Поэтому она тоже миллиардерша, тоже там авуары различные по всему миру записаны, опосредованы напрямую и так далее. То есть ее сейчас подвели под санкции британские и американские, по-моему, европейские еще нет. Боюсь соврать. Ну, под американскими санкциями она находится, под британскими тоже. Ездить туда она не может больше, ни в Америку, ни в Великобританию. А в Европе, я думаю, она постоянно находится, я думаю, живет где-то в Европе. Ну, вот видите, как дивно получается. Когда-то это была шутка, сейчас реальность, что самые рьяные патриоты России на самом деле живут в Лондоне. Ну, да, видимо, это и есть такой факт. Марк Захарович, вам огромное спасибо. Всегда рады вас видеть в нашем эфире. Российский правозащитник Марк Фейгин был напрямую в связи с нашей студией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова